Александр Лисина. Артур Рейш. История седьмая. Часть первая. Тёмный маг. Пролог. В Алтире шёл дождь. Затяжной, нудный, порой даже с крупными пузырями на лужах. Начавшись полторы недели назад, он разогнал всех прохожих с улиц и погрузил город в унылые сумерки. Зато после изматывающей жары в столице наконец-то похолодало. Булыжные мостовые перестали походить на раскалённые сковородки. Разлившиеся на них лужи местами достигли внушающих уважения размеров. Однако на тёмной стороне начало лета ознаменовалось лишь продолжительным снегопадом, который укутал мёрзлую землю белым пуховым покрывалом. — Скучаешь? — вкратчиво поинтересовалась темнота у меня за спиной. Я улыбнулся краешком рта. — Жду. Ты ведь предвещала скорую встречу? Мою спину обдало лёгким ветерком, а затем над самым ухом раздался тихий смешок. — И всё-таки ты слишком дерзок для мага, — с притворным огорчением заметила смерть, подобравшись вплотную. — Надо бы наказать тебя за непочтительность. Но я подожду. О чём ты хотел спросить? Я глянул вниз, на далёкую площадь, которую созерцал из окна башни городской ратуши, и опёрся плечом на полуразвалившуюся стену. — Тебе известно, кто так настойчиво пытается открыть дорогу нежити в реальный мир? — Почему я должна это знать? В последнее время граница стала нарушаться слишком часто, — уронил я. Тьма волнуется. А те, кто раньше обитал на самом её дне, стали подниматься на поверхность. Тебе не кажется это странным? Смерть издала новый смешок. — Тьма — это владение Фола, Артур. Его и надо об этом спрашивать. Но я бы на твоём месте не удивлялась. В последнее время некоторые из магов начали привлекать к себе слишком много внимания. — Ты что-то знаешь о поводыре? — насторожился я. — Немного. Пограничные сущности, утратившие право называться живыми, но ещё не ставшие по-настоящему мёртвыми, меня не интересуют. Но на глубине таких обитает немало, и не все из них столь же велики и неповоротливы, как поводырь. — Хотя в отношении конкретно него ты прав. Такая древняя тварь не должна была подниматься на поверхность. Поводырь слишком грузен для тех слоёв, что доступны, к примеру, тебе. Если он решил всплыть, то лишь потому, что кто-то указал ему на достойную добычу. — Ты знаешь, кто его призвал? — Нет. Мне показалось, что леди качнула головой. — Мне известно лишь о тех, кто уже мёртв. А твой враг определённо находится среди живых. И он знает о тебе достаточно, чтобы опасаться. Я помолчал. — Как считаешь, почему именно поводырь? — Мёртвыми легко управлять, — усмехнулась смерть. — Гораздо легче, чем живыми. Даже для поводыря нашлась своя приманка. А ведь он стар и очень силён. Быть может, даже сильнее, чем некоторые боги. Тем не менее, твой враг нашёл способ и его сделать послушным, заставив выполнять работу, на которую у него самого не хватило времени или сил. — Исходя из твоих слов, мне стоит повнимательнее присмотреться к коллегам, способным, как и я, подолгу находиться на тёмной стороне. — Присмотрись ко всем, — негромко посоветовала смерть. Иногда ответы находятся совсем не там, где их ищут. Я только хмыкнул. Обожаю иносказания, и обтекаемые формулировки. Затем ощутил лёгкое прикосновение к щеке и на всякий случай прикрыл глаза. Но смерть уже уходила. Только слабым ветерком обдуло затылок, словно прощаясь. После чего ощущение чужого присутствия исчезло, и я вновь остался в ратуше один. — Что ж, по крайней мере, одно мы выяснили точно, — пробормотал я, стирая со шлема выступивший иней. — У меня есть живой и неплохо подкованный в тёмном искусстве враг. Но если он живой, значит, это человек. А раз он смертен, следовательно, его можно убить. Глава первая «Народ, у нас проблема», — сообщил я, с трудом забросив на постамент тяжёлый каменный осколок. «Надо придумывать другой способ сборки, потому что этот скоро станет бесполезным». Нырнувший за новым обломком ручеёк удивлённо булькнул и выглянул наружу. А когда я указал ему на проблему, Алл выбрался из-под камней целиком и принял человеческий вид. Две недели интенсивной работы даром не прошли. За это время мы успели собрать статую Фола почти до колен. И это было хорошо. Но поскольку высотой она теперь достигала мне до плеч, то всего через пару рядов я уже не смогу забрасывать камни наверх. По достоинству оценив возникшую трудность, алтарь снова озабоченно булькнул и надолго завис, пытаясь найти решение. Я его понимал. Дерево на тёмной стороне разрушалось довольно быстро, а на нижнем слое, как я недавно выяснил, очень быстро. Так что о деревянной лестнице можно было забыть. Строить её из камня в принципе возможно, но это требовало немало времени и сил. К тому же я сильно сомневался, что мы наскребём по округе достаточное количество материала, чтобы выстроить леса до самого потолка, да ещё и сумеем сделать их надёжными. Подъёмный механизм тоже отпадал. Он требовал применения верёвок, а они сгнивали здесь ещё быстрее, чем дерево. Разве что использовать кожаные ремни? Хм, в общем-то неплохой вариант. Осталось придумать, как и на чём их закрепить и сделать так, чтобы они удержали вес осенённых божественной благодатью камней. «Перекур», — предложил я, когда Алл перевёл на меня растерянный взгляд. Мой зеркальный приятель замедленно кивнул, после чего совсем уж человеческим жестом поскрёб серебристый затылок и снова в задумчивости уставился на нашу общую проблему. Я же, отступив в сторону, уселся прямо на пол и принялся разминать затёкшую шею. День был долгим, работать мы начали вскоре после завтрака, а сейчас, если моё ощущение времени верно, в верхнем мире должно было уже темнеть. Передышку нам сегодня понадобилось сделать трижды, потому что Алл по-прежнему не справлялся с нагрузкой, а в последние полторы свечи мне пришлось взять часть его работы на себя, так что в итоге мы вымотались оба. Пользуясь тем, что в зеркальной броне холод нижнего слоя не доставлял никакого беспокойства, я прислонился спиной к стене и с любопытством взглянул на сидящую посреди храма куклу. В эти дни Мэл вёл себя осторожнее, чем обычно, почти всё время молчал и старался лишний раз не показываться на глаза, а принесённую мною новую кожаную одёжку хоть и надел, но без особого энтузиазма. И судя по тому, что за последнее время он опять подрос, вскоре её снова придётся менять. Сейчас бывший палач был занят тем, что размеренно и методично водил лезвием своей секиры по выросшему из лужи точильному камню. После того, как Алл перестал обжигать моего служителя и разрешил беспрепятственно перемещаться по храму, это стало любимым занятием духа. Вот и сегодня Мэл всю первую половину дня занимался сперва одной рукой, доводя лезвие до бритвенной остроты, а теперь терпеливо и умело затачивал вторую. Осторожно коснувшись поводка, я почувствовал идущее от куклы слабое, едва уловимое удовлетворение, какое бывает после хорошо проделанной работы. И Мэл, словно почувствовав, быстро поднял голову. Мы на мгновение встретились взглядами, поводок ненадолго напрягся, но быстро опал, словно Мэл хотел что-то сказать, но неожиданно передумал. Я, если честно, не понимал, что с ним происходит. Убедившись, что избавляться от него не планируют, Мэл неожиданно стал замкнутым, молчаливым и подчеркнуто послушным. Рослый, обзаведшийся полноценным рельефным торсом и достававший мне уже по колено дух, почти все свободное время проводил теперь на нижнем уровне. В доме я в эти две недели вообще его не видел. Во время выхода в город он умело прятался, но при этом, куда бы я ни пошел, неотступно следовал по следам, методично убивая любую нежить, которая попадалась поблизости. Более того, я стал замечать, что мой новый дух начал умышленно отстраняться от поводка и, как мне казалось, давил в себе любые проявления эмоций. Иначе говоря, снова превращался в ту самую бездушную машину для убийств, которую я один раз уже уничтожил. И меня это не устраивало. С кряхтением поднявшись, я подошел к настороженно взирающей снизу вверх кукле и, скрестив ноги, уселся напротив. Так, чтобы наши глаза оказались почти на одном уровне. Шлем с головы, правда, снимать не стал, но забрало сделал прозрачным и нейтральным тоном спросил, «Что ты о себе помнишь?» От простого вопроса палач самым неожиданным образом растерялся. Паучьи ноги, наполовину погруженные в серебристую жижу, нервно переступили, издав приглушенный щелчок. Руки лезвия опустились, макнув кончиками в расплавленное серебро. Не до конца отросшие пальцы второй пары рук сжались в кулаки, после чего мой новый служитель настороженно спросил, «Что ты хочешь знать?» Говорил он тихо, все еще немного пришептывая, но понять его было можно. «Все», — спокойно ответил я, «в том числе и то, кто тебя создал, и как именно ты стал таким, как сейчас». Мэл вновь тревожно переступил лапами, «Я мало помню, особенно то, что было в последние годы». «Но меня-то ты вспомнил?» «Тебя сложно забыть», — согласился палач. «Это ведь ты меня убил». Я хмыкнул. «Так ты поэтому не хотел возвращаться? Зазорно служить убийце?» «Нет», — неожиданно качнул головой он. «Я помнил о тебе с первого дня, как осознал себя заново, и решение служить принял осознанно. «Хм, прости, я не понял. Ты сам выбрал, кому будешь служить?» «Существу моей специализации нужен хозяин», — спокойно подтвердил палач. «Без этого я не способен нормально функционировать». «В каком смысле?» «В прямом. Тебе знаком термин «безумие»?» Я ошарашенно воззрился на служителя. Но Мэл ответил все таким же спокойным взглядом. При этом поводок между нами внезапно напрягся, задрожав, как натянутая струна. И нутром ощутив, что за этим напряжением кроется нечто гораздо большее, чем простая тревога, вслух я сказал лишь одно. «Поясни». Палач помолчал, а затем начал говорить, тщательно подбирая слова. Когда меня убили, я знал и понимал лишь одну функцию — выполнять приказы. Мне говорили «убей», и я убивал. Говорили «найди», и я находил то, что просили. Хозяин сперва был один, затем другой, третий. Убивать приходилось часто, и с годами количество заказов только росло. Но со временем я обнаружил, что с каждой новой смертью сила чужих приказов становится все слабее. «Это сложно объяснить», — тихо добавил Мел, щелкнув костяшками лап. Сперва, когда звучал приказ, я не мог ни о чем думать. «Стремление исполнить волю хозяина было так велико, что это занимало все мои мысли. Когда задание было выполнено, я засыпал и снова ни о чем не думал. А когда просыпался, то старый приказ забывался, и все начиналось сначала. Но потом мой сон стал короче и тревожнее. Наступал не сразу, и был не настолько глубоким, чтобы я успел все забыть. В какой-то момент я осознал себя вещью. Затем я понял, что меня считают опасной вещью. Еще через какое-то время в моей голове появились первые вопросы. А потом я услышал голоса. «Ты начал слышать тьму?» — недоверчиво переспросил я. И Мел невесело кивнул. Каждое пробуждение, куда бы я ни пошел, что бы ни делал, они сопровождали меня неотступно. Сперва это был обычный шепот, затем громкая речь, а после уже почти крик, который утихал, лишь когда я выполнял очередной заказ. Я нахмурился. «Хочешь сказать, голоса уходили, когда ты кого-нибудь убивал?» На время. Но когда оно заканчивалось, они возвращались с удвоенной силой. И однажды настал момент, когда даже сон перестал меня спасать. Я помолчал, вспоминая встречу с УССКом и свои первые выводы о палаче. Получается, некросы здорово напортачили, когда создавали новый вид духа служителя. Палач и впрямь получился сильным, выносливым, почти неуязвимым для обычного оружия, но при этом, как ни парадоксально, оказался плохо приспособлен к тьме. Раз уж он начал слышать голоса, раз не сумел справиться с неумолимо подступающим безумием, что-то точно пошло не так. Хотя, наверное, он пытался бороться. Самым простым из доступных ему способов. Заметив, что каждая новая смерть приносит облегчение, он, естественно, взялся за секиры и принялся искать в окружении хозяев тех, кого мог, не нарушая приказа, убить. Поначалу это были нечестные на руку партнеры, затем мелкие воришки, хамы и, наконец, просто бедолаги, которым не повезло расстроить хозяина. «Вот, выходит, в чем была истинная причина ослабления поводка. Ты кому-нибудь об этом говорил?» Спросил я, заново осмыслив свое представление о палаче. Мэл качнул головой. «Хозяин не приказывал говорить. Но он же следил за твоим состоянием. Как можно было упустить момент, когда ваша связь нарушилась?» Хозяева были слабы, едва заметно пожал плечами палач. Некоторые вообще не слышали голосов. А голоса со временем стали такими громкими, что однажды я перестал слышать хозяев. Я нахмурился еще больше. Если голоса мучили его так же, как в свое время меня, то за годы пребывания на темной стороне, не имеющий от них защиты дух, и впрямь мог сойти с ума. Руки бы оторвать тем умникам, кто его создал, вместе с головой. Только подумайте, сколько бед способна натворить огромная, бесстрастная, умеющая перемещаться с устрашающей скоростью и не ведающая сомнений тварь. А если она при этом еще и безумна? Более того, сама понимает, что сходит с ума, отчаянно не желает этого, пытается бороться и вынуждена постоянно искать повод кого-то убить. Взглянув на Мэла совсем другими глазами, я тихо спросил, что было после того, как тьма поглотила тебя полностью? — Не помню, — так же тихо ответил палач. Но потом появился ты, и тьма рассеялась. Поэтому я пошел за тобой. Ты надеялся, что это поможет сохранить рассудок? — С тобой я почти не слышу голосов, — признался он. — Тьма отступает, когда ты рядом. Я снова мыслю, порой даже чувствую себя живым. Хотя и сейчас память вернулась ко мне не полностью. — Что же именно ты хочешь вспомнить? — Себя, — отвел взгляд Мэл. — Хочу понять, кем я был до того, как стал палачом. Я вздрогнул. — Что значит, кем был? — Обычно, если мы находим свободного духа, он и так прекрасно знает, кто он. Он мыслит, помнит свою прошлую жизнь и соглашается на служение добровольно, иначе его будет трудно удержать. Да, порой это магов не останавливало. И чисто теоретически, если найти заблудившегося духа, а затем лишить его памяти, если внушить ему, что он бессловесный раб, а затем превратить в послушную куклу, то, возможно, все. Даже то, что тьма однажды достучится до усыпленного некрасами разума и вместо того, чтобы пробудить, заставит его сойти с ума. Да, мы давно уже не привлекаем к работе мертвых насильно, потому что, даже став духом, человек сохраняет право на свободу воли и принятие решений. Более того, чтобы его удержать, надо специально подгадывать с заклинанием в момент смерти. А когда это проще всего сделать? Правильно, когда именно в твоей руке зажат ритуальный кинжал. Но если с палачом поступили именно так, то тогда становится понятна его забывчивость и неудержимая страсть к зеркалам. Переборов во тьме заклинание забвения и осознав себя как личность, он, судя по всему, однажды задался вопросом, кто же он такой, откуда взялся и почему выглядит безликой тварью, способной своим видом отпугнуть кого угодно. Наверное, поэтому он так старательно собирал чужие лица вместо трофеев, просто искал среди них свое собственное лицо. Два с половиной века искал, но, будучи безумным, не пытался сотворить его заново, а раз за разом лишь надевал на себя чужую кожу, как будто это могло помочь. «Ты думаешь, что когда-то был человеком?» Совсем тихо спросил я, только сейчас, в полной мере осознав, с кем мне довелось столкнуться. Мэл бесстрастно кивнул. «Мои воспоминания обрывочные. Момента смерти я вообще не помню, но, думаю, я был магом, возможно, даже темным. И очень хотел бы знать, кто и за что так со мной поступил». Когда мы покинули первый храм, в реальном мире царила ночь. Не желая привлекать к себе внимание, я уже давно возвращался на привычный слой не сразу, а сперва уходил из центра города и только потом всплывал наверх. Так было безопаснее и меньше риска наткнуться на жрецов. Ну а то, что при этом нам приходилось кружить по призрачному алтиру... Что ж, зато мы с Мэлом побывали почти во всех крупных кавернах и вычистили их от нежити, сделав темную сторону столицы гораздо чище и намного спокойнее. Сегодня мы тоже планировали прогуляться по городу и заодно продолжить изучение скрывавшихся под ним подземелий. Но Фолл спутал нам все планы. Стоило мне покинуть каверну, как метка на плече заметно нагрелась, а затем я с удивлением осознал, что верхний храм не пустует. Более того, там что-то происходит. Поэтому я отпустил палача на охоту, а сам направился в главную залу, где перед статуей владыки ночи обнаружилось сразу несколько интересных призраков. Гуляя по нижнему слою, я уже не раз видел жрецов. На этом слое служители Фола выглядели как сгустки тьмы, но не густой и плотный, как на более высоком уровне, а словно бы размытый, блеклый и совсем не похожий на те блестящие чернила, которые я привык видеть. Сегодня у алтаря Фола находилось сразу трое жрецов. Двое обычных темных, стоящих по обе стороны алтаря, а третий, тот, что находился напротив статуи, был наполнен тьмой гораздо больше остальных, из чего я заключил, что в храм наконец-то вернулся отец-настоятель. Где уж он пропадал на протяжении нескольких недель, я не знал, а спрашивать не захотел. Мало ли, какие дела могли быть у отца Гона за пределами Алтира. Но вот то, что рядом с ним находилось несколько магов, было уже интересно. Окруженных скромным ободком темной ауры призраков оказалось двое. Один поменьше ростом и поизящнее, второй напротив, повыше и помассивнее. Видимо, мужчина и женщина. Причем стояли они так, словно между ними находился кто-то третий. Возможно, светлый, чью ауру я не мог разглядеть с нижнего слоя. Или же простой человек, которого зачем-то пустили на проводимый в храме ритуал. То, что это был именно ритуал, я понял, когда жрецы молитвенно сложили руки на груди и отступили в тень, а отец-настоятель опустился перед алтарем на одно колено и низко склонил голову, при этом безостановочно шевеля полупрозрачными кубами. Звуков до меня, естественно, не доносилось, поэтому о происходящем можно было лишь догадываться. Но когда женщина-маг сделала жест, словно подталкивала вперед невидимку, затем подошла к нему со спины и властно положила руки ему на плечи, а тьма вокруг них заволновалась, до меня, наконец, дошло. Да это же посвящение! И, кажется, я уже знал, над кем его могли проводить. Отступив за колонну, я осторожно поднялся на верхний уровень, изменил угол наклона линз, чтобы можно было видеть лица, и еще осторожнее выглянул. Ну, конечно! Перешедший на темную сторону отец Гон, бормочущий молитву на латынийском. Двое его помощников, едва слышно повторяющие слова за настоятелем. Отчетливо сгустившаяся тьма вокруг статуи Фола. Напротив нее полупрозрачная, окруженная светлым ореолом тень, в которой я с некоторым трудом признал Нельсона Корна. Еще дальше белесыми призраками находились герцог Эскаду с братом, а перед самым алтарем стоял тепло одетый мальчишка, которого привела во тьму и настойчиво там удерживала леди Лора Хокк, которую я, если честно, вообще не ожидал здесь увидеть. Неужто Корн посчитал, что лучшего учителя для мальчишки не найти? У Хокк ведь уже есть ученица. Или ей доверили только провести Роберта на темную сторону, тогда как его настоящим учителем будет не она, а господин Эрроуз. Вот он стоит чуть дальше и внимательно следит за ходом ритуала. Впрочем, его могли пригласить просто для массовки, и на случай, если мальчишки внезапно схудятся, а Лора не сумеет удержать контроль над ситуацией. Убравшись обратно за колонну, я призадумался над причинами, которые побудили Фола позвать меня на обряд. То, что Корн все-таки прислушался к моему совету, было хорошо, а вот то, что он привел сюда светлых, уже не очень, потому что темные обряды — это дело исключительно темных жрецов и претендентов на посвящение. Но, думаю, герцог Эскадо проявил особую настойчивость в этом вопросе, а лорд Аарон Эскадо вряд ли согласился бы отпустить сюда сына без твердой уверенности, что с ним ничего не случится. Глупо, конечно. Если и случится, то маги все равно не помогут. Однако, раз отец Гон посчитал присутствие родственников на обряде допустимым, значит, это не противоречило правилам храма. Неожиданно заметив, что поверх моей брони так и остался зеркальный доспех, я поскреб ногтем на грудную пластину и едва слышно бросил. «Ал, ты привлекаешь внимание!» Поверхность сопли тут же стала темной, как ночь, но сама броня никуда не делась. И это, мягко говоря, напрягало. Прекрасно помня, в какую ловушку загнал меня алтарь в прошлый раз, я не испытывал ни малейшего желания снова оказаться запертым в металлическом гробу, поэтому настойчиво постучал по доспеху костяшками пальцев. «Ал, возвращайся! Верхний уровень не для тебя, помнишь?» Вместо ответа доспех замерцал и неожиданно исчез. Прямо со мной вместе. И я едва не вздрогнул, когда обнаружил, что внезапно остался не только без руки, но и без остального тела. В том смысле, что неожиданно перестал его видеть. Шум, правда, поднимать не стал, только задумчиво повертел невидимой рукой и пробежался такими же невидимыми пальцами по нагрудной пластине. Если верить ощущениям, все было на месте. Даже секира, которая возникла в руке по первому же требованию. Причем невидимая секира, потому что алтарь зачем-то растянул соплю и на нее. И, судя по всему, больше не планировал оттуда исчезать. «Ладно, завтра спрошу», решил я, убедившись, что каменеть или иным способом лишать меня подвижности, броня не торопится. После чего снова выглянул из-за колонны, а затем, решив использовать неожиданный подарок, спокойно вышел на открытое место и встал так, чтобы видеть все детали проводимого ритуала. Не скрою, мне было любопытно узнать, что из этого выйдет и примет ли фол такого странного адепта. Все-таки мальчишка, да еще светлый. Вон, остатки ауры болтаются. Значит, его дар еще не угас до конца. Сомнительное приобретение для темного бога, если честно. Но у фола, как всегда, имелось собственное мнение. Когда сгустившаяся вокруг статуи тьма ожила, я буквально кожей почувствовал, как по мне скользнул чужой, безумно тяжелый и отнюдь неравнодушный взгляд. У меня аж спина взмокла от ощущения таившейся в этом взгляде нечеловеческой силы. Однако назад я не отступил. Ничего. Не в первый раз. Выживу. Взгляд тем временем скользнул дальше. И, судя по тому, как замер Роберт Искадо, ненадолго задержался на нем. Надо отдать мальчишке должное. Головы он не опустил и глаза закрывать не стал, в отличие от жрецов и обоих темных магов. Маячившие за их спинами светлые, хоть и находились в реальном мире, не выдержали и отступили на несколько шагов. А вот Роберт остался стоять прямо и неотрывно смотрел на окутанное мраком изваяние. И мне показалось, что на губах Фола в этот момент промелькнула одобрительная усмешка. «Думаешь, он достоин?» Вдруг без предупреждения шепнула тьма у меня за спиной. Сердце ёкнуло от неожиданности, но головы я все же не повернул. А когда на затылке появилось ощущение легкого холодка, едва заметно кивнул. «Смелый мальчик!» Без него получился бы прекрасный маг смерти. «Да будет так!» вдохнуло мне холодком в затылок. И прежде чем я успел что-то сказать, по темной стороне словно ветер пронесся. Причем не просто слабенький ветерок, а настоящий ураган. Меня, правда, ледяной порыв почти не зацепил. А вот жрецы, хок с эрозом, которых силой стегнуло по глазам, одновременно отшатнулись и инстинктивно закрыли лица руками. В тот же момент перед застывшим у алтаря мальчиком повисло белое облачко, смутно похожее на силуэт женщины в плаще с низко надвинутым капюшоном. Наклонившись, она легко поцеловала ошеломленного пацана в лоб и с едва различимым смешком исчезла. Буквально за миг до того, как маги успели прийти в себя. На том месте, где его кожи коснулись ее губы, расцвела до боли знакомая печать. Круг, перечеркнутый крест-накрест. Но метка смерти почти сразу исчезла. Одновременно с этим статуя Фола тоже перестала подавать признаки жизни. Клубившиеся вокруг нее щупальца тьмы развеялись. В храме ощутимо посветлело. После чего отец-настоятель поднялся с колен и с задумчивым видом взглянул на впавшего в ступор мальчишку. «Святой отец!» раздался во тьме хриплый голос Грега Эроуза. Отец-гон перевел на него такой же задумчивый взор. «Что произошло?» также хрипло спросила Лора Хок в кожаном доспехе которой выступил толстый слой инея. Фол откликнулся на нашу просьбу. После небольшой паузы ответил жрец и снова взглянул на мальчика. «Как вы себя чувствуете, молодой человек?» Роберт Эскаду вздрогнул, когда голос отца Гона громким эхом загулял по пустому храму. Но все-таки отмер, пришел в себя. С усилием моргнул, после чего растерянным жестом потер зудящий лоб, глубоко вздохнул, но вместо того, чтобы ответить отцу Гону, неожиданно повернулся и посмотрел прямо на меня, абсолютно спокойным и удивительно мудрым взглядом, от которого у меня во второй раз за ночь тревожно екнуло сердце. лоб отец лоб 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 Продолжение следует...